Друзья, всем привет! С вами Алексей. Приветствую вас. Сегодня поговорим о моем портфеле. Мини-портфеле на 30 долларов. Это видео не является финансовой рекомендацией. Это просто для тех, кому интересно. Я вчера буквально выделил для себя 3 монеты, которые я решил взять себе в такой маленький портфель и выложил в канале Адам Стрейд. Кому интересно, ссылка будет на пост в описании. Мы сейчас об этом всем поговорим. Поговорим, почему я вкинул именно по 10 долларов, почему на блокфолио и где я буду продавать, где у меня стопы, которых нету и так далее. Значит, по вот таким ценам я набрал 3 монетки на 10 долларов и 10 центов, для того, чтобы получать бонусные монеты от блокфолио. Есть пост у меня в блокфолио, там разные фишки описаны. И вы, в принципе, можете воспользоваться блокфолио. Там еще интересная партнерская программа, много чего классного. Поэтому, пожалуйста, переходите. И если вы решили поторговать именно на блокфолио, то добро пожаловать. Я вот взял монетки биткоин, чейнлинки, компаунт. Для меня просто показалась дешевой цена, по которой она сейчас торгуется. Тем более, биткоин тогда упал на 1000. Если чейнлинк просел не сильно, то компаунт на целых 30 долларов. Я считаю, что это очень хорошая цена. Если я посмотрю на них прямо сейчас. Вот прошло буквально полсуток. То ситуация следующая. Компаунт стоит 408.18. То есть, даже чуть-чуть вырос. Чейнлинк 17.30 чуть-чуть упал. Ну и биткоин 32.722 тоже упал. Но факт в том, что я получил за каждую транзакцию свыше 10 долларов и 10 центов. Но там за 10 долларов вообще, конечно. Но можно получить... Ну, как бы можно и не получить, когда вы делаете ровно на 10 долларов. Поэтому я всегда накидываю 10 центов. И я собрал вот такой вот портфель на 30 долларов. Фиксироваться я буду только в случае, там, ну, я не знаю, минимум по 10 процентов от каждого, да, от каждой монеты. То есть, чтобы хотя бы доллар заработать. Все это сделано для интереса, для того, чтобы получать дробчики монет. То есть, я по чуть-чуть буду подторговать на блокфолио и получать рандомные монеты. Потому что иногда выпадает Tron, Dogecoin, что еще выпадало? Акрополис. Я могу даже описать, какие... Вот здесь описаны у меня Abbots, Chilis, Tron, Dogecoin, Акрополис, Reserfrights, Token, Baofinance, который мне упал вчера раза 4, DENT и KIN. Или KIN мне упал. Не, мне все-таки, наверное, Daofinance, да. И я решил просто вот собрать такой небольшой портфельчик, с вами поделиться. Это не является финансовой рекомендацией. Если монетки упадут, я буду, ну, то есть, ходлить их, ждать, когда они вырастут. Хоть если придется до следующего буллрана. То есть, если вот эта точка, которую я вчера взял, будет максимальной в каком-то отрезке. То есть, что будет означать, что я взял слишком дорого, хотя я в этом сомневаюсь. То придется распродать все. Не меньше, ну, не раньше, чем при следующем буллране. Поэтому вот такая вот фишка вам. Про блокфолио, пожалуйста, почитайте. Удобное приложение на телефон. У меня тут есть ссылка на блокфолио. Кстати, давайте я заменю еще и тут ее. Вот ссылка на блокфолио. Пусть она будет тут. Тут все фишки. Есть система реферальных бонусов, где на 12 уровне вы получаете 1 биткоин. Но нужно собрать 10 миллионов поинтов, приглашая рефералов. Рандомный эквивалент в BTC можно получить 2,5 эфира, 1 эфира. Уфи, Лайткоин, ФТТ, АВА. То есть тут разные варианты. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если видео понравилось. Если честно, то у меня просто возникла такая внезапная идея сделать об этом видео. Хотя портфель я собирал так и так. Но буду благодарен, если вы просто подпишетесь на Адам Стрейд. Если будете следить за мной на YouTube, смотреть ролики, вам не обязательно инвестировать. Если вам интересно о крипте, то пожалуйста приходите еще. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, оставьте комментарий. Ссылка на пост будет в описании. Всем удачи, всем хорошего заработка на криптовалютах. И всем пока.